Премьерный спектакль «Пир во время чумы» по мотивам самого загадочного цикла «Маленькие трагедии» гениального Александра Пушкина – самая неожиданная постановка завершающегося седьмого сезона Щелковского театра. Талантливый актёр и режиссёр театра Николай Исаков перевёл литературно-художественные произведения Александра Сергеевича на язык драматургии. Я счастлив был, Творец небесный! Ты бредишь, Фауст, наяву, услужливым воспоминаниям себя обманываешь ты! Эпиграфом к спектаклю послужила сцена у моря из Фауста – диалог человека с самим собой на краю жизни. И вечный вопрос – а был ли я счастлив? Его, как считает Николай Исаков, должен задать себе каждый. И чем раньше, тем лучше. – Человек, его демоны внутри не менялись и не меняются, и не будут меняться никогда. Они как были, так они с ними и живут. И, в общем-то, вот на это и надо обращать внимание. Спектакль состоит из нескольких трагедий Пушкина. Скупой рыцарь. Главные герои – Альберт Николай Панов и Иван Евгений Слащилин – вскрывают и показывают человеческие пороки – ревность, зависть, скупость. – Пробил мне слез, и мир проскакал, а я с открытой головой. Приспорила мира моего. Норчался вихрем. Скупость в спектакле отражалась даже в декорациях из простого картона. Все ради того, чтобы показать бренность бытия, бессмысленность гонки за славой и обогащением. – Постановка, как сами видели, необычная. Что-то это смешанное с современным и с тем веком. Мы постарались показать то, что происходит в нашей жизни. Что тогда происходило, естественно, и сейчас это происходит. Трагедию «Пир во время чумы» режиссер вынес в финал. Николай Исаков, сыгравший роль председателя, переплавил реальность в новый художественный мир. – Неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. Обостряет зрительское восприятие спектакля прохождение по залу средневекового лекаря с горящими глазами и неожиданное появление священника, роль которого исполнил Александр Кочетков. Последний дает пирующей компании шанс одуматься. – Написано больше, чем ты делаешь. Это же очевидно. Там же у него все истории, все за гранью. И это сыграть очень тяжело. Ну, может, потом как-то наберется. А там читать можно бесконечно. Спектакль, вышедший в 222-й день рождения Александра Сергеевича, актуален. Особенно сегодня, когда пандемия коронавируса все еще не побеждена. И это обстоятельство лишь усиливает восприятие зрителя. – Потрясающе. Удивительно, насколько актуален Пушкин по сей день. Вот. И я думаю, он бы сам был бы рад, что золото, солнце русской поэзии не спрятано в сундуках. Огромное спасибо за этот спектакль. Собственно говоря, очень прекрасно. Очень под впечатлением. – Очень серьезная режиссерская работа. Но мне кажется, что этот спектакль нужно смотреть всем. – Как всегда, есть над чем еще подумать. Пушкинский пир во время чумы зритель видит и в предстоящем восьмом сезоне, который стартует в сентябре. Следите за афишами Щелковского театра. Михаил Налютов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение. Продолжение следует...